всем привет привет всем прекрасной новой недели сегодня мы с вами сделаем расклад на тему если люди на которых вы равняетесь профессиональной или личной жизни или в том и в другом то есть нас интересует момент скорее всего почему эти люди заслуживают вашего уважения почему вы на них равняетесь если они вдруг присутствует вашем окружении что нам даст этот момент это понимание понимание того какие качества вам необходимо в себе выработать то есть если вы равняетесь на каких-то людей неважно личная жизнь это либо профессионально это показать и того что вы хотите иметь то что имеют они но не в общем так как конечный результат а какие-то качества благодаря которым эти люди что-то достигли в профессиональной сфере либо в личной и то есть понимание того что вам не хватает вот этих качеств либо если они у вас уже есть не хватает их усилить поможет привести вас в точку б туда куда вы хотели бы прийти равняясь на других людей то есть нам важно увидеть качество но одно дело когда мы просто говорим какие-то качества так абстрактно а другое дело когда это идет сопоставление с теми людьми которых вы уважаете на которых вы равняете думаю посыл понятия вот тайм-коды вы видите в описании либо наведя на курсоры мышки вот сюда на на главы позиции тоже камешки видите перед собой вот мамы с вами давайте сразу приступим убираем вот эти и так позиция номер один голубенький камешек смотрим единички если вашем окружении люди ну либо даже не просто окружение вообще вот вашей жизни вашем пространстве потому что это могут быть не физические люди это могут быть виртуальные да то есть где-то кого-то вы видите в интернете вот на кого вы равнялись бы пашкубков если такие люди такие люди есть и это людям скорее всего моложе вас по возрасту до либо это какие-то молодые люди здесь не обязательно указывать пол потому что это не столь важно но что вот вам нравится в этих людях это именно их а энергия к знаете спокойствие и балансирование то есть то как скорее всего эти люди мыслят их идеи то как они вдохновляются либо на что они вдохновляются то есть это могут быть даже знаете люди которые равняются на каких-то других людей но вот не хочется сказать что вот вы равняетесь на каких-то гениев гений там я не знаю если это касается профессиональной какой-то сферы да то есть гений это те люди которые вот вроде бы знаете они мыслят обычно за мысли у нас отвечает мечи а здесь кубковая мазь то есть все равно вот мне идут такие люди которые вас вдохновляют то есть даже не то чем они обладают вам интересно а это те люди которые вас вдохновляют на на какие-то действия с одной стороны а с другой стороны они помогают вам исцелиться как то то есть вот здесь какой-то многоуровневый такой процесс что это за людям это люди которые знаете мыслить нестандартно это люди которые мыслят вне каких-то иллюзий и и рамок такое ощущение что вот это та категория людей которые рушат какие-то шаблоны что ли они мыслят не то чтобы нетрадиционно а вот в них есть какая-то доля хочется сказать какое-то вот сумасшествие безумие что ли но вот это вот безумие она и помогает выйти за рамки то есть вам эти люди нужны для того чтобы показать что либо получить чтобы вы получили подтверждение что то как вы мыслите есть и другие люди которые мысли в той же категории либо подтверждение того что действительно есть некие рамки и за пределами этих рамок можно мыслить и есть такие примеры то есть здесь например могут быть люди которые я не знаю мечтают и не просто это фантазии какие-то это их идеи которые они превращают в цели и идут к ним например люди которые хотели бы там не создать свое какое-то государство да либо люди которые хотели создать свою систему образования и кажется что вот это безумие есть одна одна какая-то вот общая система и для того чтобы создать что-то другое это должно быть кардинально другим ну то есть не то что общепринятое да и как это реализовать то есть здесь как будто бы задействованы такие большие масштабные государства на государственном возможно уровне механизмы и вот вас восхищает то что это не только люди мечтают это сделать они это и делают то есть вот как-то знаете с одной стороны вот этот уровень какого-то безумия и детской наивности что блин я я могу изменить мир а с другой стороны вы получаете реальное подтверждение того что действительно мир изменить можно как можно начиная себя так и в более больших масштабах то есть вот это знаете и серии когда смотришь в интернете ролики когда человек действительно там я не знаю придумал какой-нибудь лайфхак и он вот помог очень большому количеству людей и казалось бы может ли это повлиять на на мир да это может повлиять пускай какой-то вот маленькой фишки но все равно это вот только какие-то такие здесь люди вас мотивируют вас вдохновляют еще на каких людей вы равняетесь здесь люди которые умеют жить в балансе вот и шут и выпал да как раз таки касательно безумия то есть люди которые знаете живут с какой-то своей верой то есть люди которые не мыслят так как общая масса людей то есть они вот верят во что-то и это может быть каким-то безумием это может быть какое-то новаторство это какие-то революционные взгляды как будто бы знаете как водолей человек который идет против течения живет какой-то вот абсолютно своей жизнью человек который сам создает моду может возможно в чем-то и но вот он впереди идущий и вот люди впереди идущие они вас вдохновляют вдохновляют почему потому что с одной стороны вот это вот выход за ранки он вас восхищает то есть вот это вот качество да когда вы сами убираете в своей жизни ограничения то есть когда вы начинаете разрешать себе больше здесь возможно есть такие моменты что не знаю ваши жизнь такая вынужденная что вы живете в каких-то ограничениях и поэтому глядя на других людей вы как будто бы через их жизнь ощущаете внутреннюю какую-то свободу то есть вот здесь вот потребность в свободе знаете когда я не знаю элементарно начиная свобода графика да то есть не ходить на работу а работой тогда когда у тебя есть возможность либо это свобода передвижения то есть быть в разных местах там где ты хочешь причем это не просто какие-то поездки знаете как обычно за границу а именно бывает всех местах которые но не совсем туристические так скажем да например в какой-нибудь экспедиции по изучению там атлантического океана до либо куда-нибудь на амазонку съездить походить в джунглях то есть это вот не совсем привычный туризм то есть в нем тоже должен даже в передвижении должна быть какая-то свобода даже если вы ездите в какие-то пускай даже в европу ту же самую изъезженную но в любом случае это не будут там я не знаю столицы в которых очень много всегда туристов а будете ездить например более маленькие города вам будет возможно интересно общаться с местным населением именно то есть вот что-то делать не так как все вот для вас это важно когда вы находите таких людей которые делают не так как все которые не верят в то во что верят другие вот вас это очень сильно вдохновляет вас это мотивирует а с другой стороны вопрос баланса каком балансе здесь идет речь знаете это скорее всего люди которые здесь ощущается вот это вот внутреннее спокойствие которому приходят люди психологические зрелые не потому что они занимаются каким-то практиками что-то прокачали в себе а по аркану высшего суда которые сделали какую-то вот переоценку ценностей и они смотрят на жизнь и на вещи под другим углом например когда человек столкнулся так или иначе со смертью пускай это клиническая смерть за либо там я не знаю сердце остановилось либо это вышел из комы человек но так или иначе побывал на на той стороне да как говорится и вот он возвращается у него идет переоценка ценностей он уже не то чтобы он отказывается от материального мира а его отношение к жизни она меняется и вы очень уважаете людей у которых вот такие взгляды которые меняют свое отношение к жизни вам не чужда материальная сторона вопроса она вам интересно и знаете здесь такое у меня ощущение что вот если бы вам допустим подарили миллион вы бы не отказались от него но сказать что вот я стремлюсь к нему там либо хотел бы быть миллионером нет не в принципе так хорошо то есть лишних денег не бывает но и культ из этих денег делать я не собираюсь вот то есть почему потому что вот здесь все равно проскальзывает эта линия что некого такого отшельника да что я мне необходимо какое-то уединение да то есть в идеале было бы иметь где-нибудь дом красивом месте пейзажным на таком природном где вам нравится вот и периодически как говорится выезжать куда-нибудь на люди до выходить в мир общаться с людьми и потом вот заново свою берлогу возвращаться и пускай это берлога она будет там есть на несколько миллионов стоить вам это вот не принципиально и с другой стороны и и шалаш пускай тоже будет главное чтобы он был комфорт с удобствами горячей водой и с электричеством и обязательно с интернетом вот то есть здесь вопрос не в этом здесь вопрос в мышлении вас мотивирует вас вдохновляют люди которые мыслят неординарно не стандартно вне шаблонов и поэтому все что связано с тем что может быть даже люди попробовали в том числе какие-нибудь там я не знаю запрещенные вещества которые помогают и расширить свое сознание помогают увидеть мир иначе вот вам это интересно не на постоянной основе а вот ради как-то знаете эксперимента вы очень такой знаете человек экспериментатор и когда вы видите что другие как-то что-то экспериментируют да на себе как-то в своей жизни вам вам это нравится то есть по сути вы равняетесь на людей я не могу сказать что здесь есть люди вашем окружении я ощущаю скорее всего что это люди виртуальном пространстве вот потому что вот вашем окружении я не 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 вижу вот вашем поле людей которые бы мыслили так скорее всего вы ну вот как-то хочется сказать самоучка да сам самородок какой-то такой сам по себе поэтому вы ищете людей именно в интернете вот за что эти люди которых я здесь описала да заслуживаю заслуживают ваше уважение за что они заслуживают но не но они заслуживают знаете вот как-то за те состояния которые они вам дарят то есть вы человек вот помимо вот это мышление иного порядка да вот другу как-то я не знаю другого уровня другого других масштабов да у вас в мышлении вам очень важно состояние не эмоции а именно состояние то есть не знаю например если вы смотрите какие-то ролики где человек что-то экспериментирует и он про это рассказывает вы это проживаете вместе с ним если вы очень сильный импат то вы получаете вот кучу прям таких знаете интересных вкусных состояний и вы за это благодарны человеку то есть если допустим вот вы бы не посмотрели этот ролик да вы бы не ощутили что-то то есть вам важно именно состояние за что еще эти люди вот ну вы их уважаете да они заслуживают уважения за то что они помогают вам понять себя то есть они вот для вас как какие-то зеркала в которых вы видите что то что вот в вашей жизни вы это нащупать в себе не можете потому что не хватает вот каких-то специальных ситуаций с которыми нужно столкнуться чтобы увидеть что во мне есть вот эти вот грани а поскольку вашей жизни этого нет то глядя на опять же таки какие-то ролики в интернете либо на людей в соцсетях да вы как-то вот раскрываете в себе те грани о которых вы не то чтобы они не подозревали но они как-то вот у вас не используются не используются то есть вы только когда смотрите что-то либо слушаете что тогда во мне вот как зеркала тогда вы вот что-то внутри вас пробуждается вы начинаете ощущать вот здесь вот это если еще за что заслуживают эти люди уважения но они показывают во первых они зарождают то что я говорила вас мотивирует они зарождает вас желание что-то делать они зажигают вас вот этот вот огонь любви к жизни познания жизни ну то есть одним словом можно сказать что это некая такая мотивация с другой стороны это расширение сознания и третий момент это вот возможность прожить какие-то эмоции состояния которые вам необходимо а необходимо не вам для того чтобы познать себя то есть вы здесь вот через этих людей узнаете себя то есть здесь нету такого чувства что вот вы хотите получить там я не знаю если видите например счастливую до семью и если это касается личной жизни то вы себе как-то представляете вот хорошо бы чтобы у меня был такой вот партнер не здесь такого нету вам это даже не столь важно не не в контексте личной жизни а в контексте того что вот вы увидели там я не знаю какого-нибудь карапуза да он вас порадовал вы улыбнулись наполнились вот этим состоянием и все прекрасно на как говорит моя мама дети это цветы но на чужом огороде посмотрели порадовались и вернулись к себе домой вот здесь без каких-либо ответственности да то есть вот здесь что-то такое идет то есть вам нравится это смотреть вам нравится этим восхищаться вдохновляться потому что это вот рождает вас какие-то не знаю может быть какие-то мысли какие-то инсайты какие-то открытия желания амбиции может быть у вас появляются и вы что-то начинаете делать благодаря этому потому что все-таки два туза есть то есть какой-то потенциал вас раскрывается но сказать что вот вы хотели бы сто процентов получить либо делать то что вы видите в этих людях нет так это была первая позиция мы с вами переходим к позиции номер два красненький камешек так двойки смотрим если люди на которых вы равняетесь в профессиональной или личной и личной жизни если такие люди да такие люди есть причем эти люди они как будто бы живые но то есть не так как первом варианте это в интернете это виртуальные это люди живые я имею ввиду вашем окружении возможно это люди в вашем ну вашей семье либо это люди очень состоятельные здесь такое ощущение что возможно вы с этими людьми даже как-то вот общаетесь коммуницируетесь но вот как будто бы они на вас особого внимания не обращают вы на них обращаете внимание вы на них как-то равняетесь вот но они нет и опять-таки смотрите как интересно до десятка пендаклей у нас одной страны указывает на финансы на материальную составляющую поэтому это можно сказать про профессиональную сферу а с другой стороны указывает на семью поэтому здесь можно сказать что и вы равняете на них и в личной жизни то это это могут быть разные люди к примеру над них профессиональной сфере но других в личной либо это может быть могут быть какие-то семьи которые состоятельные, либо это ваши какие-то родственники, может быть, даже дальние, у которых есть и финансовая составляющая, и они счастливы в личной жизни. То есть вот два в одном. То есть либо это отдельно, либо это два в одном. Есть такие люди. Но они вот в вашем окружении присутствуют. Что это за люди еще? Давайте посмотрим. Здесь по-разному можно это трактовать. То есть это однозначно люди, которые как будто бы живут в свое удовольствие. Знаете, я так скажу. Люди, которые живут в свое удовольствие и при этом такое, знаете, сочетание семерки мечей и десятки жезлов. Какая-то такая хитрость. Они как будто бы убегают от какой-то ответственности. То есть либо они как-то справляются с ответственностью как многозадачной такой деятельности. То есть им все удается. Возможно, им удается как-то балансировать и личную жизнь, и профессиональную. Либо если это, например, касается отдельно какой-то сферы, то это те люди, которым вот удается, невзирая на какие-то обязательства, да, и ответственность, какой-то груз, тяжесть. Они с этим справляются очень умело. Это, скорее всего, то, что вас восхищает в этих людях, да, то есть, допустим, если это какая-нибудь многодетная семья, да, то любви хватает на всех деток, все одетые, все обутые, все счастливые, и со всеми позанимаются, и всем уделят внимание. И вот вы смотрите на них, восхищаетесь, и говорите, боже, я здесь, допустим, на своих двоих никак не могу найти время, а тут, значит, у нее там, например, там, 15 детей, и вот все, на всех хватает любовь, любви. То есть, либо это, если профессиональная сфера, да, то у человека, там, я не знаю, может быть, несколько каких-то компаний, либо франшиза, и человек успевает. То есть, здесь вопрос в том, что человек успевает, вы, возможно, не успеваете в своей жизни, да, то есть, вам времени не хватает. А здесь какая-то, что вас восхищает, вот так скажу, в этих людях, это вот семерка мечей, какой-то такой, знаете, неординарный подход, нестандартный подход в решении трудностей, сложностей как-то. То есть, это те люди, которые как-то, я не знаю, придумывают как-то вот одним махом, что ли, решить все задачи. То есть, у них, ну, это вот, как правильно, как бывает, знаете, разные лайфхаки, чтобы упростить себе жизнь, да, чтобы решить какие-то задачи, ну, более эффективные и доступными, да, вот теми предметами, что есть под рукой. Вот здесь что-то такое, то есть, человек, который очень-очень ловко манипулирует сложностями, он не ищет каких-то трудных путей, он ищет простой путь, но при этом эффективный, и он, этот путь, он не совсем стандартный, то есть, этот человек идет как-то в новое, и вот вас радует, что эти люди, они состоятельные, да, у них есть какие-то трудности, как у всех людей, да, но вот они как-то очень ловко справляются, то есть, вот эта вот ловкость, да, как говорят, ловкость рук и никакого мошенничества, вот здесь что-то такое, да, то есть, как-то вот очень ловко они справляются со своими задачами, вот почему-то для вас сложность состоит вот именно вот в этих задачах, в этих обязательствах, и вот вы смотрите и говорите себе, да, ну как так, вот у тебя получается, а у меня нет, и это не зависть, а это как будто бы желание, ну вот понять, разобраться, то есть чему-то научиться, у вас здесь есть желание учиться этому, за что эти люди заслуживают ваше уважение, мы рассказали, но все равно смотрим, за что эти люди заслуживают ваше уважение, ну вот для кого-то это статус, да, финансовая какая-то составляющая, то есть это люди могут быть, ну, богатые, богатые по сравнению с вами, вот так скажу, да, потому что богатство это чисто такое субъективное восприятие, вот, для кого-то это какая-то роскошная жизнь, может быть, какой-то особый вкус, ну, то есть, например, вкус в одежде, вкус, не знаю, в дизайнерстве каком-то, да, то есть вот вы заходите, например, если у вас есть доступ, да, к тому, чтобы прийти в гости, вот вы заходите, вот вас восхищает то, как обставлен дом со вкусом, либо какой-то он такой функциональный, да, то есть в нем много новых каких-то новаторских гаджетов, которые помогают, которые помогают там, не знаю, людям в быту, ну, вот что-то, что связанное с богатством и со стабильностью, то есть здесь вот какой-то вот, какая-то фундаментальность присутствует, и комфортная среда, да, то есть создание вот этого вот уюта, с этими людьми ощущается безопасность, с этими людьми есть вот чувство какой-то вот надежности, что ли, еще за что эти люди заслуживают вашего уважения, ну, за мудрость, да, вот вы считаете, это вот как раз-таки вот в контексте вот этой семерки мечей, да, то есть вы считаете мудрыми, потому что вы не совсем понимаете, как у них выстроена вот так вот модель мышления, да, которая достаточно эффективная, то есть здесь человек, если это касается профессиональной сферы, да, как-то вот умеет манипулировать с хорошей точки зрения манипуляции, то есть воздействие на какую-то ситуацию, скорее всего на ее решение, вы знаете, как вот бывает кризис-менеджеры, да, то есть решают какую-то сложную ситуацию не совсем традиционным путем, как это вот неординарно, и это восхищает уважение, то есть он как-то сделает так, что и клиент, и тот человек, который предоставляет услугу, все остаются довольны, и плюс ко всему он еще и выигрыши, и бонус получает, и вот здесь вот возникает вопрос, как ты так сманипулировал, да, как ты так сотворил в реальности такую ситуацию, когда все остались довольны, и ты еще и выигрыши, да, то есть вот какая-то такая мудрость вас восхищает. За что еще эти люди заслуживают уважения? Вот как будто бы у этих людей, видите, вот вопросы ограничений и рамок, вот разрешительная система, она как будто бы выстроена правильно, то есть эти люди могут себе позволить то, что не можете позволить вы, и у этих людей вопрос самооценки тоже решен, то есть возможно в каких-то моментах вы можете сказать, что эти люди какие-то такие, знаете, наглые немножечко, вот, либо слишком самоуверенные, но по-другому вот здесь как будто бы выжить и достичь того, чего они достигли, не получится. То есть здесь человек должен быть сильным духом, слабый человек, слабой волей не получится, но здесь вот как будто есть еще энергия людей, которые занимаются торговлей, вот у них какое-то такое мышление, да есть вот эти вот моменты, да, где-то кого-то обхитрить как-то своего партнера, выиграть, но это как будто бы законы рынка какие-то, ну то есть так поступают все, а иначе ты не сможешь как будто выжить, то есть вот по правилам совсем здесь не получается, да, а с волками жить по волче выйти, то есть вот здесь как какие-то правила, и вот в этих правилах, да, здесь люди, которыми вы восхищаетесь, они очень хорошо себя заявили, и вот вам это нравится, а вы как будто бы этого не можете сделать, почему по восьмерке мечей, потому что вот вы как-то, не знаю, то ли здесь у вас есть вопросы морально-нравственные, да, либо этической какой-то ценности, то есть вы себе не можете позволить себя вести так, как эти люди, почему, потому что, ну вот эта вот семерка мечей все равно какой-то обман, вы не позволяете, ну то есть для вас это как будто бы какое-то табу, а для них это нормально, но ясное дело, то есть если люди крутятся там с большими деньгами, то большие деньги не приходят, опять же таки это убеждение, но в любом случае большие деньги не приходят, совсем честным путем, да, все равно где-то приходится как-то вворачиваться, избиваться для того, чтобы, ну так, так устроен рынок, деньги это, как сказать, находятся под влиянием дьявола, а дьявол это не ангел света и нравственности, поэтому материя она такая, и вот здесь вот эти вот вопросы, да, вы как будто бы проживаете с этими людьми, и может быть прокачиваете свою вот эту разрешительную систему, то, что вы разрешаете себе, то есть эти люди разрешают, а вы нет, и вот глядя на них, вы проживаете вот этот вот момент, как будто бы если бы я была на их месте, я бы тоже себе разрешала, и вот вы получаете какое-то вот, как компенсация удовольствия, ставя себя на место другого человека, вот о котором здесь идет речь, да, вы как-то компенсируете свои внутренние ограничения, которые у вас есть, да, то есть как это, я побывала в твоей шкуре, да, мне очень понравилось, но надо возвращаться все равно в свою, но я как будто бы какую-то дозу удовольствия, и адреналина, и наслаждения все равно серотонина получила, да, свои какие-то дозы гормонов вот этих вот позитивных, здесь это присутствует, еще за что эти люди заслуживают уважения, ну некоторые из них дают вам возможности, шанс, то есть равняясь на них, вы действительно развиваетесь, вы действительно растете, движетесь вперед, у многих вы учитесь, причем не напрямую, возможно, учитесь как-то косвенно, то есть они напрямую не являются для вас наставниками, но вот то, что они говорят, вы как-то применяете в своей жизни, вот, и получаете позитивные результаты, еще за что эти люди заслуживают уважения, ну вот за то, что они вот вас как-то сподвигают, да, выйти, дают волшебные пинки, дают волшебные пинки выйти из своего застоя, вот здесь, знаете, здесь очень большое, как мне идет, как будто бы большая такая разница между вами и этими людьми, то ли это может быть разница в статусе, либо разница в возрасте, вот прям большая, ну допустим, вот вам 30, а этим людям где-то под 60, либо вы какой-нибудь там, ну условно говоря, раздонарабочий, ну либо человек, который с маленькой зарплатой, а здесь люди такие достаточно состоятельные, которые живут, допустим, там на своих виллах, ну то есть здесь большая разница есть, вот она ощущается, я ощущаю вас как мелкую рубежку, а их как акул, и вот вы стараетесь, ну равняясь на этих акул, расти, и это в принципе, ну правильно, правильно, вот так как-то, так, это была вторая позиция, сейчас, позиция номер 3, зеленый камешек, смотрим, троечки, если люди в вашем окружении, либо в вашем поле, на которых вы равняетесь, в профессиональной сфере, либо в личной жизни, есть, есть, у меня такое ощущение, что здесь вот как будто бы на профессиональной сфере идет, профессиональной сфере, вы как-то на них ориентируетесь, знаете, здесь какое-то мистическое влияние идет на вас, какая-то связь есть, вот ментальная какая-то связь, либо какое-то вот ментальное воздействие, то есть это не напрямую, либо как-то вот интуитивное, причем здесь, знаете, как-то интересно, эти люди, они могут быть даже и не в физическом плане, но вот вы их как-то интуитивно чувствуете, я всегда говорю, что третья позиция выбирает, как люди как будто бы как практики, либо многие когда пишут, я не практикую, вопрос в том, что вы можете неосознанно что-то делать в своей бытовой жизни, то есть это тоже может являться практикой, то есть не обязательно за это получать деньги, не обязательно там с помощью, ну принимать клиентов, но здесь сознание человека, поверховность жрицы, оно не может быть, не знаю, на уровне вот как-то быта, понимаете, верховная жрица нам всегда указывает на тайны нашего бессознательного, то есть вот здесь вот как-то вот на уровне бессознательного, здесь как-то влияние идет очень сильное у других людей, то ли вы восхищаетесь, не знаю, может быть способностями, там сверхспособностями какими-то других людей, либо умениями, ну там, не знаю, ясновидение, яснослышащее, да, что-то такое. Люди с экстрасенсорными способностями, либо это люди как-то вот духовно высоко очень вибрируют, но здесь может быть и религия, да, в том числе, то есть люди религиозные какие-то, здесь чистота присутствует. С другой стороны, вот люди какие-то, ну вот судьбоносные действительно в вашей жизни, они приходят как-то не случайно, то что вот вы на них равняетесь, то есть есть какая-то определенная, как по другим позициям, да, определенные люди, вот вы на них смотрите и говорите, я хочу быть таким, нет, здесь как-то люди приходят в вашу жизнь, они сами приходят, их судьба приводит, вы не то чтобы на них равняетесь, они приходят, они вам что-то дают, что-то передают, и потом они уходят, вот так, знаете, как мистически пришли, мистически ушли, они вам дали что-то, вы что-то получили и ушли, либо это какие-то вот кармические люди, причем они появляются тогда, когда вот у вас какие-то сложные периоды, да, в жизни бывают, когда вы чем-то огорчены, когда вы в чем-то разочарованы, вот видите, опять-таки луна, то есть, либо это люди, как будто бы у вас есть с ними связь, не знаю, может быть, с прошлых как-то воплощений, здесь какая-то мистическая, ну вот мистика здесь идет, я не могу это объяснить, я не могу вам сказать, на кого вы равняетесь, да, то есть люди, у которых развито бессознательно, либо это какие-то профессионалы, которые работают с, не знаю, в психологии, психотерапевты, гипно, там мастера какие-то, либо люди, которые работают с родом, то есть, ну вот все равно я скажу, что здесь, вот как практики, если не практики, вот это не ваша тогда позиция, ну просто по-другому я не могу сказать, здесь люди равняются на профессионалов, которые, причем они, знаете, разного уровня, вот если они работают, например, с астралом, то это разный уровень астрала, кто-то работает на низшем, да, то есть сущностями темного, такого порядка, кто-то работает вот с более высоким уровнем астрала, там средний может быть, да, и ближе к высшему, то здесь как будто бы люди, которые там, не знаю, молитвами занимаются, здесь непонятные люди со способностями, вот так скажем, вот на таких людей вы равняетесь, то есть люди, которые умеют управлять своей судьбой, люди, которые умеют манипулировать своей жизнью таким образом, чтобы получать то, что они хотят, но с другой стороны, можно было бы, конечно, по колесу фортуны сказать, да, что это вы равняетесь на удачливых людей, да, либо людей финансово состоятельных, потому что вот финансовая сторона, она вам интересна, но вот здесь вопросы именно мистики, они присутствуют, вот что-то здесь непонятное, что-то здесь тайное, что-то такое сокрытое, и равняетесь, конечно же, на короля мечей, на людей умных, на людей... Странный вот этот король мечей здесь, объясню почему, потому что вот он может быть в каких-то моментах умный, но по жизни, вот как характер, да, я могу сказать, что он дерьмовый, честно, я извиняюсь за выражение, но, ну, то есть характер у человека здесь может быть, ну, противный, мерзкий прям такой, ну, то есть человек может относиться к другим людям, вот как-то с пренебрежением, очень причинять боль, причинять какие-то неудобства, то есть если вы выбираете вот такого человека себе, как у мастера, то вам придется очень много страдать, потому что этот человек будет вас постоянно обесценивать, с другой стороны, в нем присутствует некая такая мудрость, когда вы вырастите, дорастете, например, до уровня мастера, вы поймете, почему этот человек выбирал именно такой подход в наставничестве, в вашем обучении, да, через обесценивание, то есть он как будто бы, знаете, вот человек, который, ну, в наше время называются токсичные люди, да, вот он как будто бы вас сломает, но с точки зрения развития, он это делает для того, чтобы сломать ваше эго, да, чтобы вот вы действительно смогли практиковать, что-то там видеть, как-то, не знаю, чтобы ваше сознание как-то менялось, потому что ваше эго меняет, но здесь человек, опять же-таки, и в формате обучения он может быть токсичным, и как личность он может быть токсичным, но сказать, что вот он сто процентов такой вот нехороший дядечка, да, либо тетечка, я не могу, потому что здесь у этого человека огромный багаж опыта за спиной, за плечами, и, знаете, хочется сказать, что этот человек, он умный, и вот потому что он умный, он может себе позволить вот такой сарказм, да, то есть, вот какая-то надменность присутствует, и эгоизм у этого человека, но с другой стороны, в каких-то моментах он может быть вот прям, очень доверчивый, очень наивный, и как маленький ребенок, и вот это как-то путает вас, но почему вы равняетесь на этого человека, да, в контексте нашего запроса, именно за его способности, именно за его какие-то интеллектуальные возможности, хочется сказать, что здесь какой-то, вот знаете, человек гений, либо у человека есть какой-то ключик, каким-то возможностям, и вот как будто он, меняя свое сознание, вот в измененном сознании, он делает, ну, творит чудеса, да, если волшебство какое-то, да, если так можно сказать простыми словами, и хочется сказать, что вот только вот за это, я могу ему простить, вот этот его, ну, мерзкий характер, он очень колкий, он неприятный, с этим человеком, нужно найти к нему, здесь нужно искать к нему подход, вот, но такое ощущение, что вот именно с этим человеком, в роли наставника, вы можете очень хорошо вырастить, вот, на таких людей, почему-то вы равняете, вот мне интересно, почему вот именно на этого, ну, ясное дело, что он даст вам какие-то способности, да, ну, то есть прокачает вас, как человека, как личность, но почему именно вот через какую-то токсичность, да, почему вот вы не выбираете какого-нибудь, например, другого наставника, другого человека, который бы смог вам дать аналогичные знания, но в другом формате, почему вы выбираете именно токсичность, посмотрите почему, да, потому что вы королева мечей, вы подстать, да, вы такая же, вы являетесь его отражением, вы очень похожи, у вас схожие характеры, у вас схожие убеждения, взгляды какие-то, то есть вы подстать друг другу, вот так могу сказать, отражение друг друга, еще за что заслуживают уважения эти люди, ну вот я сказала, да, по шестерке копы, что как будто бы эти люди, они идут из ваших прошлых воплощений, возможно, в них вы узнаете что-то свое, то есть вы узнаете в них либо себя, как личность, либо то, что вы когда-то уже проживали, то есть вам это знакомо, вас это не напрягает, может быть, как ребенок вы проживали, да, с родителями, у которых есть схожие качества, схожие способности, либо это было из прошлых воплощений, либо именно вот рядом с этими людьми вы как-то раскрываете своего внутреннего ребенка, то есть вот здесь что-то с детскостью связано, еще за что они заслуживают уважения, эти люди, за их любовь, за их эмоции, за их состояние, вот они как будто бы вам дают вот именно вот это вот видоизмененное состояние, вот именно с этими людьми вы можете получить, вот хочется сказать, знаете, смешно, конечно, да, но это как какие-то собутыльники, да, только с этими людьми я могу сесть и выпить, да, и они меня поймут, и мы будем друг друга любить, но что бы мы ни сказали, да, мы друг друга не раним, ну, то есть нормально все это, как говорится, это бутылка говорит, ну, шучу, конечно же, но вот здесь примерно что-то такое, то есть именно с этими людьми вы чувствуете себя понятой, именно с этими людьми, вот вам как-то комфортно, да, спокойно, хорошо, именно с этими людьми вы расслабляетесь, и вот то, что я сказала, именно эти люди вас понимают, да, здесь интересно, особенно если у вас действительно есть какие-то экстрасенсорные способности, вас никто не понимает в вашем окружении, то вот эти вот люди, они вас понимают, и это очень важно для человека быть понятым, это вот прям такая потребность, большинства из нас быть понятым другими людьми, потому что мы все все равно так или иначе социальные существа, и как бы мы ни уходили в отшельника, все равно рано или поздно мы из него выходим, и нам важно быть понятым, потому что когда нас понимают, у нас есть вот это вот ощущение, что я являюсь, если меня поняли, значит я являюсь членом стаи, да, значит я не изгои, потому что, ну, изгоем быть сложно, вот здесь что-то такое, еще за что заслуживают уважение эти люди, за их работоспособность, да, за их терпение, за их, вот какое-то, знаете, постоянство, за то, что они ищут то, как можно будет заземлять, вот как-то свои идеи, как их можно реализовывать, либо действительно, если присутствует некое такое волшебство, либо магия, да, за то, как они это практикуют, но здесь однозначно люди терпеливые, люди стабильные, люди постоянные, вот опять же таки, да, вот это вот чувство безопасности, то есть здесь люди предсказуемые, невзирая на то, что они делают, что они практикуют, ну, ты понимаешь, что здесь вреда не будет от этого человека, и вот это вот важно, да, то есть чувство, базовые потребности здесь покрываются рядом с этими людьми, они как будто бы надежны и на долгий период, еще за что они заслуживают, это уважение, ну, ту спиндаклей, они дарят, они дарят вам счастье, возможность лучшей жизни, да, они показывают вам, возможно, они вам дарят какие-то подарки, да, причем это подарки не финансово обязательно плана, а может быть действительно в виде, не знаю, каких-то знаний, да, то, что передают, то, что они обращают на вас внимание, то, что они вас раскрывают, они являются для вас подарком жизни, за что вы в них видите, что они вот для вас являются подарком жизни, вот бывает, да, знаете, вот в комментариях иногда мне пишут о том, что, Елена, вы для меня подарок, вот здесь вот примерно вот эти вот люди для вас являются каким-то подарком, потому что вот через них вы как-то раскрываетесь, но эти люди, это вот прям, знаете, люди силы, вы это сами видите, потому что выпадают великие арканы, да, то есть на вас выпадают малые арканы, ну, то есть за что вы их уважаете, в принципе, это вот ваша сторона, а на них выпадают великие арканы, это люди вот действительно силы, причем какой-то вот такой магической, да, непонятной, Верховная Жрица, Колесо Фортуны, да, Судьба, Луна, Которая тоже указывает на магию, на волшебство, на то, что связано с бессознательным, что тоже является силой как таковой, то, что связано как-то может быть с эгрегорами какими-то, это тоже туда, вот вы равняетесь, вот прям, знаете, хочется сказать на людей прям топ-топ, мастера в своем деле, это мастера в своем деле, но в эзотерическом каком-то деле, в том числе и религиозном, можно религию назвать эзотерикой, ну, скажем, вот в ту же, в ту же топку, как-то так хоть неправильно звучит, но все равно. Так, это была третья позиция, я благодарю вас за внимание, хочу пожелать вам всем прекрасной недели, вот, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то в четверг 8 числа я проведу однодневную акцию, поэтому в разделе сообщества загляните, 8 числа акция будет длиться один день, что за акция, я не скажу, но имейте в виду, да, в этот четверг, 8 числа в разделе сообщества я выложу анонс на однодневную акцию, не пропустите ее, ну, и в пятницу, конечно же, присылайте свои заявки на БЛИЦ-консультации, пока не знаю, какие вопросы будут, еще не думала, так далеко, но в любом случае, жду вас, прощаюсь, всем пока-пока.